Вот ребятки вчера заквасили или замариновали мясо на шашлык, а сейчас из гаража занес. Холодненькое. Видите, холодное я здесь его. Такое мясо. Не знаю, сколько сус килограмм. Видите, оно маленькое с водой, да? По моему рецепту. Значит, подсказки будут в моем видео. Там есть уже, как я делаю мой такой шашлык. Видите, как он хороший есть. Я попробую. Чак-чак. Все достаточно, ребят. Сейчас мы это все будем насаживать или нанизывать на шампуры. Потому что через час-полтора, наверное, уже рехать при саниконе. И мы это все будем жарить. Надеюсь, я еще не забуду камеру снимать. Еще я успею. Потому что надо будет только работать. Хе-хе-хе. Отлично. Хорошо получилось. Видите, какая она. Все это на минералочке. Еще кому интересно, будет. Ссылка даже может быть в этом. Точно, наверное, ссылочка даже поставлена в описании. Видите. Все это очень просто. Обгоняемое мясо. Свиновое. Лучок. Потом приправа для шашлыка чуть-чуть тоже насыпана. Сол. И минералочка. И все на этом вот. Холодная она, в пиазье, но на улице прохладная, в принципе. Все готово. Посмотрим, потом как. Красный перчик, острый перец. Валентина Ивановна сверху кричит. Хе-хе-хе. Подслушиваешь, да, Валя? Да, подслушиваю. Видите, как она меня контролирует. Она говорит, мы еще добавили сюда перчик, острый перец и просто красную паприку добавили. Спасибо, Валя, что сказала. А в том рецепте у меня, который будет ссылочка, там этого перца уже нет. Ну, в принципе, это уже на любителя, да? Ну, чтобы насаживать, нанизывать, как правильно там говорится. Одевать на шашлычки, на шашлычные палочки, ребятки. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами Вальдемарка Валентина Ивановна. Вот Васька где-то на улице, а я ее выписала на улицу. Привет, привет. Саджал выскочил. Интересно, наш кот Васька вышел на улицу и начал пить дождевую воду. Помнишь, да? Чистая. Чистая вода, геологически чистая, это сомневается, Захарка. В общем, ребятки, сегодня у нас шашлычок. Сейчас мы это все насадим, или как правильно, нанизывать, насаживать, и потом будем жарить. Рецепт, как я вам сказал, будет не рецепт, а будет просто ссылка на видео. Мы лет пять назад, наверное, это делали. Да, да, да. Видео у нас есть, там все вы можете посмотреть. Разница только в том, что здесь, как Валя бы сказала, мы добавляли еще перец. И маленькая, просто паприка, она просто для цвета, наверное, скорее всего так. Видите, как мы решили заранее уже все это надеть, нанизить. По-моему, хватит такой, по-моему. Еще кусочек можно заранее сделать, чтобы мне потом уже не бегать. Вчера я ездил искать брикеты, чтобы купить брикеты. Брикетов, ребята, я не нашел. Будем сегодня готовить с этих досок, с дрова обыкновенная будет. Видите, такие хорошие куски. Ребята, видите, какие куски здоровенные. Я хочу, наверное, отдельно вот на эти вот... Вот такой меч. Отдельно буду насаживать на них. И вот купили мы... На интернете купили вот такие все, ребята, палочки. Ну, правда, без ручек. Вчера она купила в русском магазине. Нормально, 14 копейками. Ну, 15 в аэро, 10 штук. За 10 штук. Нормально, ребята. Раньше у нас тоже были такие, но они были короче. И вот они исчезли. Постепенно, постепенно, с годами. Куда-то ушли. Кто так брал, они не принес, наверное. Так что надо будет навигационную систему ставить. Видишь, Валя, Слава? Я их когда открыл, думаю, надо, наверное, их протереть. А их мыть обязательно надо, конечно. Видишь, как, смотри. Я твое полотенце с хорошим делал. Специально спрятал, давай снимать покажу. Видишь, Валя, какое-то? Угу. Я хорошо их выделил. Понимаешь, как? Ну... Масло все равно там, по-любому, масло есть. Все, ребята. Следующее включение будет, наверное... Так я уже буду жарить, наверное, что-то такое. Или как я буду разжигать, скорее всего. Все, ребята. До следующего включения. Не надо все вот эти вот... Тут у нас получили два варианта. Да. Ну, у меня получается... Элик 10, Валя. Таких вот двенадцать с такими ручками. И... Как у нас, как мечи. Шесть, по-моему, или восемь. Девять должно быть. Да, два, три, четыре, пять, шесть. Я сказал шесть. Две упаковки по три было, по-моему. Такую брал. То есть все это мне нужно было насадить. То есть двадцать. Сколько я сказал? Двадцать? Двадцать два. Двадцать восемь. Да, и девять. Ты сказал шесть. Двадцать один. А, шесть много. Все, ребята. Она меня запутала. Сейчас еще включение. Вот, ребята, купил вот этим вот этим и буду разжигать. Видите? Что мы сделаем? Я вам покажу. Иначе были вылески специальные. Я покупал. Они как на спирту, вот такие белые, квадратные, да? Они разные, я сказал. Они на спирту пропитованные. Оно там не было. Я посоветовал какие-то там, не знаю, соломы. Попробуем соломы разжигать сейчас. Вот такие вот. Купил вот эти вот. Видите? Вот входит, короче, это из дерева. Это не брикет. Такие две штуки брал. Сейчас будем разжигать, посмотрим, что это получится, да? Погода, конечно. Погода, конечно. Погода, конечно, барахло. Дальше чуть-чуть такой идет. Мелкий-мелкий. Ну, все равно мы поработаем сейчас. Сейчас вот там разжигать буду на той штукинце. Ну, ребята, поджег. Вроде бы горит. Вроде бы горит. Подставим нашу бадью наверх сюда. Посмотрим, как она будет разгораться потихоньку. Посмотрим. Насколько он был прав. Тут мужичок, который мне продавал. Сейчас он дискутировал на эту тему. Я говорю, хватит ли этой соломы. Я говорю, она чем-то пропитана. Нет, она не пропитана. А там, ребята, что-то в середине все равно есть. Сейчас даже возьму отдельно, разберем, посмотрим, да? Вот видите, ребята. В чем-то она все равно, наверное, пропитана. Внутри что-то есть. Видите? Что он сам не знает, что он мне говорил. Внутри четко есть что-то. Черненькое такое, видите, да? В чем-то она все равно пропитана. Ребята, смотрите, как она горит. Такое фу, а воняет каким-то керосином. Все у него по ушам ездил. Ха-ха! Никогда такого не было, чтобы сбоку так горело. Никогда, когда вот этими разжигал я специально, да, которые кубики. Смотрите, как сбоку горит. Там что-то все-таки в середине было. А керосином воняет. Все-таки пропитано что-то там внутри. Видите, да? Такого же не может быть. Хорошо, что я так поставил. На ручку не попадает. Как бы ручка сгорела бы нафиг. Она не попадает иногда. Ё-моё! Я положу-то и четыре штуки, по-моему. Надо было на штуки приложить. Ну, посмотрим, как она будет работать. Воняет точно на всю деревню. Ребятки, теперь сильно много жара получилось. Возможно, даже рук так держать. Сильно много. Все сгорит. Надо подождать маленько, да? Я просто так, как я разжигал, да, в той пандуре, в этой кружке. Потом я еще сюда взял, высыпал, наверх еще насыпал. А теперь сильно много жара. Если я ее все разгладил так равномерно, все равно еще невозможно руку держать. Это вообще труба. Это невозможно жарить. У нас горит. Можно ждать теперь. Ой, видите, я уже пару секунд на такой высоте. Смотрите, я уже держать не могу. Вот где ее жарить. Вот где жарить. Вот где жарить. Подождем еще маленько. Сейчас уйдется основная жара. Я уже вроде все закрыл здесь. Чтобы поддува не было. Пусть все пригорать, наверное. Или быстро надо будет мешать ее туда-сюда. Сейчас попробуем. Ребята, вот такая красота получается. И все надо переворачивать. То есть температура бешеная. Даже в некоторых местах мешает гореть уже. Они пришли уже готовые. Убирать надо. Я уже эту вторую парту делаю, наверное. Высненько-всненько переворачивать надо. Они уже готовые. Я просто не мог камеры снимать, потому что никто у меня рядышком тут нету. Я один на улице. Поэтому я быстро-быстро все делаю. Поэтому, ребята, видите, уже разгорел. Надо все снимать. Все снимать надо. Все уже готово. Дождик на улице идет, ребята. Все готово. Видите, маленькая пригорела. Это лучок. Просто кажется, ребята, на камерах сильно пригорело. Видите, исключительно. Что? Да. В воскресенье же. Не, я бы эту неделю был. Не, у нас фирму уже хаковали. У нас компьютеры не работают. В ресторане? У нас не работает ничего, компьютеры не работают. А, ну, да, Марина там говорила. Да, вроде бы с понедельника начнет, Витя. А я ты на компьютер работал? Не, ну, у нас все же там связано. У меня же тоже на штабле маленький стоит компьютер. Сивилизация. Да, это конечно. Ха-ха. Не простой тебе грузчик, мне ляптят, не? Да, да, все на компьютер. Ха-ха-ха. У нас этот, как Давыдович, когда он любил, говорит. Ха-ха-ха. Ну, какой бедяк? Да ладно, да, парень. Ага. Витя удивился, сосед. Вот такая погода, ребята. Видите, моросит и моросит. Сосед удивился, что у меня машина дома долго стоит. Ага. Такая. Ну, что я вам, ребята, скажу, насчет этих дров. Жара сильно много из его. Или я переборщил. Приходилось. Поэтому, видите, у меня тут стоит специальный подносик. Поэтому приходилось между моряко жаре-жаре-жаре. Что они румянами стали. А потом, раз я убираю их на этот подносик. Монейко чуть-чуть они перестали шипеть. Я опять их ставлю, потому что жар, сильно большой жар был. Ну, кушают дети, говорят, вкусно. Вкусно. Вот такой, ребята, у нас выходной получился. Вот такая красота. Смотрите, как она горит хорошо. Просто, ребята, я скажу так, что нужно просто к этому углю приловчиться. Я подумал, что мало будет в той кружке, которую я делал. Взял еще потом сюда прямо высыпал. И наверх еще маленького этого угля. Да, видите, сколько много жара дает. Сколько много жара дает. Сейчас тут еще можно жарить и жарить можно еще. Видите, тронуться нельзя. Все долго можно тут шарить. Ну что, будем заходить в хату теперь тоже кушать. Вот такая погодка, да. Видите, я нашел место где. Тут как раз под такой вот, не то, что это не навес, просто от гаража идет. Вот своего рода навес такой. Вот где-то целый метр, наверное. И поэтому более-менее тут можно от дождя спрятаться. Как говорится, голова была это самая. Где нету дождя, а задница под дождем. Но дождик просто такой меленький-меленький. Он просто морстит, морстит, морстит. В принципе, можно было и прямо посередине стоять и грелить. Ну я просто тут затешок залез маленько. Вот такие дела, ребятки. Все, ребята, на этом будет все. Ставим лайки, балалайки. Я думаю, что сейчас кто-нибудь выйдет, камера будет меня снимать, как я буду все это пробовать. Где-то людям, не? Сидят уже все кушают. Ну в этот раз мы просто мясо много сильно сделали. Все много мяса сделали. Поэтому у меня пришлось аж три партии делать. И плюс то, что еще такой, значит, жар такой сумасшедший, я полностью его не закладывал. Я маленько оставлял место, чтобы я мог быстренько-быстренько передвигать эти палочки, не? То я обычно если это полностью весь мангал палочками залаживал, то просто спокойненько переворачивал их и все дела было. А сейчас я сделал так все на четыре палочки меньше. А иначе я не успеваю переворачивать, потому что одна цепляет там другую. Нет, не есть хорошо. Но все равно приспособился. Говорят вкусно. Будем пробовать, пойдем, да? Все, ребята, в понедельник, как я уже говорил, уже на работу. Посмотрим, что у нас там тоже будет, да? Сейчас нарубаюсь этого самого шашлычка. Горит отлично. Смотрите, я просто удивляюсь, какой жар дешевый. Тут невозможно. Руку невозможно держать. Смотрите, на какой высоте. Конечно, когда мясо ложится, то мясо все тепло забирает, в принципе, да? Вот так вот, смотри, невозможно. Тут еще можем уже жарить. Вот так вот. Мы будем знать теперь. Хорошие, оказывается, эти. Углит такие. Видите, как они тлеят. Он мне давай объяснять. Сейчас я... Когда я тоже там покупал это, я думал, что мне брикет хочется. Он мне объясняет. Он сказал, что-то есть. Он там пошел, посмотрел. А, нету, я видел, там пустая палец стоит уже. А он мне давай эту, эту уже тоже продать надо. Ой, да это лучше, чем брикет. Брикет там, если когда он... Самое... Когда ты уже все пожаришь, там остается. Он не догорает. Не знаю, сколько я брикета покупал. Все тоже сгорает. Ну, до пепла. Ничего не оставалось. Не знаю, откуда он взял. Я говорю, не знаю. У меня брикет тоже все сгорает. Там ничего не остается. Только один пепел. А эти еще лучше. Там вообще... Только сам пепел остается. Ну, понятно, что мы можем продать. Ну, в принципе, я доволен. Нормально пойдет. Я просто переживал, что у меня есть еще... Одна упаковка брикета. Ну, она, по-моему, года два уже стоит у меня в этом летнике. Ну, я потом сомневался, да. Ну, не буду я эксперименты делать. А то сейчас промучаюсь. Время пройдет. И потом все заново делать. Я не стал его трогать. Там целая упаковка еще есть одна. Года два стоит, если не больше там. Вот такие битки. Ну, такие дела, ребята, да. Погода, в принципе, нормальная. Нормальная. Спасибо, ребята, за комментарии. Чего написали. Там что, в Реве тоже продаются они. Я знаю, что в некоторых магазинах они продаются, как, допустим, раньше в Реале, по-моему, тоже круглый ход продавался. Тут просто надо ехать специально в эти магазины. А так я обычно по пути сразу в Лидли покупал. Ну, сразу запас. У меня на даче еще есть. Там упаковки четыре, наверное, еще не больше. Тоже как туда увозил, так у меня там все и осталось, да. Вот такие дела. Ну, все, ребята. Всем пока. Как говорится, трудовой он вам недели. Потому что видео это выйдет, скорее всего, наверное, фу, как дует. Видео выйдет, наверное, видите как. Вот в чем это плохо. Видео выйдет в понедельник, наверное, только. В чем плохо вот эти вот эти дрова? Потому что ветерок когда дует, она сильно разлетается. А все-таки в брикетах она не так разлетается. Теперь надо, наверное, открыть жалюзи, чтобы она быстренько прогорела все это. Чтобы она уже до вечера все сгорело, чтобы ее мог здесь убрать. Надо наблюдать это. Посередине еще поставлю. Вдруг там ветерок будет. И будут раздувать все. Все, ребята, на этом все. Ставим лайк и поставим лайк. Сейчас я еще раз. Они при себе уже, видите, сейчас уже не так видно. Кажется, что бы то они подгорели, да? На камеру все равно кажется. На камеру все равно кажется. Оно не исключительно горяченькое. Кусочек отломать, что ли? Уже остыло, надо представить. Я опять поставлю. Все равно попробую, раз никого нет. Самый вкус, что ли. Уже просто холодное. Сейчас опять на угли положу. Мягче. Мягче. Ну, ребята, вкуснятина. Жарко. Обалденно. Ребята, я оставлю самую ссылочку на мое видео старое. Где-то он тоже делал шашлык. Отлично, ребята. Приятного аппетита. Оно очень маленько. Приятного аппетита. А во всем делом, ммм. Лето. Всем пока. Вкусно? Ммм. Вкусно, аромат. Приятного аппетита. Вкусно, Thousands.